Актуальное интервью У собственников помещений многоквартирных домов появилась такая обязанность, как оплата взноса за капитальный ремонт. Обязательная оплата. Размер минимального взноса, согласно федерального регионального законодательства, по республике составляет 3 рубля 60 копеек для деревянных домов за 1 квадратный метр и 8 рублей для владельцев каменных домов с лифтом. Почему в нашем регионе установились такие тарифы? Насколько они отличаются от других регионов? Ну, минимальный размер взносов определяется из оценки общей стоимости финансирования работ по капитальному ремонту, входящих в перечень работы услуг, которые финансируются за счет средств. А также установлены возможности дополнительного софинансирования с разных уровней бюджета. И данный минимальный размер, он устанавливается приказом Министерства ЖКХ, согласно статье 13 жилищного законодательства. Ну, также, да, хотела сказать, что в период с 2014 по 2016 годы у нас действовал тариф 3 рубля для жилых помещений деревянных, 3,5 рубля для каменных. На самом деле, этот тариф с 2014 года, он был самым минимальным практически, да, по сравнению с взносами по всей стране, по нашей, да. Вот, но с 1 января, как вы уже сказали, этого текущего года у нас размер повысился. 3 рубля 60 копеек, 6,8 рубля. Почему такая именно дифференциация? Это связано с тем, что республика участвует у нас в пилотном проекте федеральном. И 6,8 рубля – это в зависимости от наличия или отсутствия там лифта, да. Вот, важно отметить, что у нас размеры ежегодно не индексировались. В этой связи была колоссальная нагрузка на бюджет республики, да, который финансирует работы по капитальному ремонту в большей степени, чем посредством собственников. Вот, на самом деле экономически обоснованный тариф на сегодняшний день для реализации краткосрочных планов региональной программы составляет порядка 20 рублей на 1 квадратный метр, да. Это, конечно, большая сумма для собственников. И мы понимаем прекрасно о том, что в результате, если этот данный тариф установится, это отразится на собираемости средств, в результате чего это приведет к угрозе срыва нашей программы, да. Кроме того, хотелось бы отметить, что есть ряд регионов в нашей республике, которые реализуют свои краткосрочные планы без государственной поддержки, только лишь на средства собственников. И при этом собираемость у них достаточно высокая. Даже вот по Дальнему Востоку, я могу привести в пример, это Хабаровский край, Приморский край, Амурская область. Там собираемость достигает 90-95%. Очень радует сознательность граждан, конечно. И у нас тоже, да, превышает все-таки? Нет, нет, нет. У нас, конечно же, нет. А с чем это связано? Ну, конечно, все-таки незнание обязанностей, да. Не все граждане у нас знают то, что они по жилищному законодательству все-таки обязаны уплачивать взносы. Вот. Кто-то принципиально не платит, у кого-то принципиальная такая позиция, да. В силу каких-то своих личных убеждений, потому что в социальных сетях и посредством мессенджера WhatsApp, да, у нас регулярно, так сказать, дизинформация. Дизинформация, да. То есть постоянно какая-то недостоверная информация о том, что взносы – это добровольный взнос, о том, что фонд – это вообще там негосударственное учреждение, и, ну, то есть абсолютно там созданное непонятно для чего. Вот. Соответственно, это, конечно, отражается на собираемости. Вот. Ну, допустим, вот за весь период у нас, да, сложилось, сложился показатель на уровне 74% по республике. Вот. На самом деле все наши показатели о ходе исполнения программы по собираемости взносов мы ежемесячно, ежеквартально отчитываемся в Минстрою России, которые сводят все эти данные, собирают, выстраивают определенный рейтинг. Я могу сказать, что республика Саха-Якутия далеко даже не в середине этого рейтинга. Вот. Поэтому это очень, конечно… То есть одна из причин таких достаточно весомых в этой области – это все-таки неинформированность, да, населения в первую очередь. Незнание и заблуждение, да, заблуждение, потому что… А давайте вот немножко проясним тогда ситуацию, что входит в стоимость взносов, да, на капитальный ремонт, и что в итоге гражданин получает в результате? Да, в соответствии с жилищным законодательством, помещения собственников, входящих в многоквартирные дома, они обязаны участвовать в накоплении средств. Для проведения работ по капитальному ремонту своего дома на условиях долевого софинансирования. Статьей 166 жилищного кодекса установлен перечень работы услуг, оказания и выполнения которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, исходя из минимального размера взносов, который, как опять-таки я уже говорила, устанавливается министерством ЖКХ. Капитальный ремонт – это ремонт внутридомовых инженерных систем, электричества, отопления, холодной горячей воды, газа, также ремонт крыши, подвальных помещений, ремонт фасада. Нашим законом о капитальном ремонте, законом Республики Саха-Якутия данный перечень расширен. Мы в условиях Крайнего Севера занимаемся дополнительно утеплением фасада, ремонтом балконов, лоджий, установкой пандусов, установкой приборов учета, ремонт цокольных балок и перекрытий. Также важно отметить, что, в принципе, если собственники многоквартирных домов проведут общее собрание и будут устанавливать минимальный размер взноса сверх того минимального значения, которое устанавливается министерством ЖКХ, и они могут такое решение принять, то они могут какие-то дополнительные работы провести по капитальному ремонту. Фонд капитального ремонта дома формируется из всех денежных средств, уплаченных собственниками. На сегодняшний момент существует два способа формирования этого фонда. За счет регионального оператора, на специальном счете, открытом для конкретного дома. Нет, вернее, для конкретного дома и на фонде регионального оператора. Так ведь, какой лучший способ выбрать? Да, действительно, у собственника многоквартирного дома есть право выбора. Он может свои средства накапливать на счете регионального оператора, как вы сказали, в общем котле, или на банковском счете, на специальном счете. Основной принцип общего котла – это ежемесячно платят все, ремонтируются дома по очереди, которые установлены региональной программой, которая, в свою очередь, утверждена указом. Как раз хотелось уточниться по поводу того, какие сроки предусматривает эта программа. То есть есть определенные какие-то сроки, да, где очередь? Ну, конечно, эти сроки прописаны вот в этой программе, которая утверждена указом главы. Она у нас до 43-го года, 2043-го года. И, в принципе, собственники, они никак не могут повлиять на очередность проведения, да, и там приблизить как-то сроки. Региональный оператор несет ответственность за сохранность этих средств, которые поступают на котловой счет. А принцип специального счета – это когда жители конкретного дома перечисляют средства на этот банковский счет и могут расходовать эти средства только на финансирование работ, только по этому конкретному дому. То есть владельцем может быть и управляющая компания, и ТСЖ, ну, также и региональный оператор. Это определяется и устанавливается на общем собрании собственников. Если же все-таки собственники выбрали формирование счета на специальном счете, они становятся хозяевами своего как бы дома, да, они определяют и распоряжаются средствами. И они когда угодно могут их потратить, определить перечень на этом общем собрании, выбрать подрядную организацию и контролировать работы подрядной организации, и также, естественно, участвовать в приемке работ. При этом, вот поэтому, в принципе, можно сделать такой вывод, что открытие специального счета – это лучший вариант. И мы его, естественно, всем советуем. Пожалуйста, переходите на специальный счет. Но при этом важна такая деталь, что когда собственники многоквартирных домов переходят с общего котла на специальный счет, это по времени занимает один год. А когда со спецсчета обратно в котловой, есть такие случаи, да, это занимает месяц. Почему такая разница во времени, это тоже объясняется. Потому что, когда дома ремонтируются, они, ну, из-за того, что тариф все-таки маленький у нас установлен, да, они не собирают тех средств, которые нужны для проведения капитального ремонта, и они заимствуют с других домов. Пока этот конкретный дом не отдаст те заимствованные средства, которые были потрачены на проведение капитального ремонта, он не может перейти на этот счет, на специальный. Поэтому тогда, когда такое заявление поступает в фонд, региональному оператору нужно время для того, чтобы подготовить те самые необходимые средства, которые будут перечислены на этот специальный счет. А какие собственники имеют право не оплачивать взнос? Есть ли такие? Ну, начну с того, что, в принципе, все собственники многоквартирных домов, дома которых участвуют региональные программы, они обязаны в силу жилищного кодекса эти взносы оплачивать. Ну, плата не взимается только с тех собственников, в которых дома признаны аварийными или подлежащие сносу, реконструкции, о чем должен быть соответствующий документ, заключение комиссии о признании дома таковым. Также плата не взимается с собственников домов, где менее трех квартир, и с нанимателей, те, кто нанимает жилье, даже по социальному найму. Существует у нас компенсация, предусматривается для отдельной категории граждан. Это такие, как одинокопроживающие, неработающие пенсионеры, которые достигают 70-80 лет. Им предусматривается компенсация. Опять подчеркну, что это компенсация. То есть они в любом случае должны будут это платить. Им будет компенсировано путем приема всех документов в агентство субсидий. Спасибо, Татьяна Александровна. Наше время, к сожалению, заканчивается. А я напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях была заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Саха-Якутия Татьяна Шикапова. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.